Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Сняли кольцо. В ближайшее время водители ждет измененная схема движения на въезде на русский остров. Водители допускали нарушение правил дорожного движения, что приводило зачастую к опасному маневрированию на большой скорости. Школьная пора. 20 тысяч ребят впервые сядут за парту в Приморье. Во сколько обойдется родителям форма для учеников? В первую очередь при покупке школьной формы нужно обращать внимание на качество, потому что ребенок 80% находится в школе. Соответственно, это должны быть дышащие ткани, не мнущиеся. База для адаптации. В Приморье сборная России подзюдо готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии. Подготовка идет успешно. Слава богу, без травм. Работаем. Также в выпуске. Не согласны. Адвокаты обжалуют приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву 29 августа. Еще расскажем. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность губернатору Приморья по итогам своего первого визита в Россию. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Приморские синоптики сделали уточнение штормового предупреждения. 22-23 августа в Приморье активные атмосферные фронты вызовут дожди. Местами сильные. Возможны грозы. На отдельных участках рек края возможны формирования дополнительных подъемов уровня воды до 1 метра с подтоплением прилегающих территорий. Наиболее поводкоопасные районы. Хасанский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Уссурийский городской округ. А тем временем рабочие восстановили подъезд ко всем населенным пунктам Приморья, которые были отрезаны поводком после тайфуна. Об этом сообщает администрация края. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров, пока нет проезда по дорогам на четырех участках в четырех районах на юге края. Есть альтернативные объезды. Владивосток готовится к проведению Восточного экономического форума. На Университетской набережной на острове Русский в эти дни активно идет оформление павильонов выставки улица Дальнего Востока. Все работы на объекте необходимо завершить до 30 августа. Помимо подрядных организаций, занятых возведением выставочных павильонов на Университетской набережной, в эти дни активно работают городские службы. Они приводят в порядок зеленые насаждения. Идет работа по асфальтированию дорог на острове. А совсем скоро водителей ждет измененная схема движения на въезде на Русский остров. Евгений Черемухин продолжит тему. Этот кольцевой участок дороги – печально известное место, знакомое каждому владивостокскому автомобилисту. Аварии, как нелепые, так и серьезные, случаются здесь нередко. Кроме того, разворотное кольцо находится на самом въезде на остров Русский. А это место проведения форумов, фестивалей, да и просто обитель студенчества. Поэтому власти Приморской столицы решили – надо что-то менять. Дорожные службы Владивостока приступили к реконструкции кольца еще в понедельник. Говорят, если бы не непогода, работа продвигалась бы быстрее. Однако в администрации надеются, что уже в ближайшие дни участок дороги начнет функционировать должным образом. Как все мы знаем, несмотря на наличие всех дорожных знаков, которые были установлены со всех сторон при подъезде к этому кольцу, водители допускали нарушение правил дорожного движения, что приводило зачастую к опасному маневрированию на большой скорости и даже зачастую к случаям заезда на ту самую клумбу. В связи с этим городская администрация приняла решение обеспечить возможность сквозного проезда через злополучное кольцо. Теперь водители, как те, что движутся с русского моста, так и в обратном направлении, смогут проезжать напрямую по двум полосам в каждом направлении. Однако и для тех, кто планирует развернуться, по бокам оставят соответствующие участки дорожного полотна. Сейчас у нас ведутся работы, связанные с обустройством асфальтового покрытия на участке, который мы на сегодня демонтировали. Если погодные условия позволят, в ближайшие дни мы это завершим. И после этого приступим к установке необходимых технических средств организации дорожного движения. У нас уже разработана соответствующая схема, которая согласована с органами государственной инспекции, с органами федеральной службы охраны. В связи с чем, я думаю, скоро все мы на этом участке поедем безопасно и без пробок. Уже в ближайшие дни, по уверениям дорожных служб, завершится полная реконструкция на въезде на Русский остров. В комплекс работ входит не только насыпи дорожное полотно, но и установка знаков, сообщающих об изменившемся порядке движения автомобилей. В преддверии ВФ такое дорожное новшество как нельзя, кстати. Видимо, в любое другое время несколько лет подряд установить такой порядок движения было нельзя. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Дорожные службы Владивостока приступили к асфальтированию проблемных участков на улице Луговой. Сейчас здесь ведется ремонт на участке от остановки поликлиника по направлению к остановке Луговая. Впереди также ремонт и других участков на этой улице. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта. Оперативно приступить к ремонту улицы Луговой распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк в ходе рабочей поездки по осмотру поврежденных участков дорог и объектов дорожной инфраструктуры в результате разгула тайфуна Кросса. Также в прошедшие выходные городские службы приступили к снятию старого асфальта на поврежденных участках и подготовили так называемые дорожные карты к асфальтированию. Напомним, в результате непогоды и грунтовых вод было значительно повреждено дорожное покрытие на улице Луговой. Это создавало затруднение движению автотранспорта и вызывало недовольство жителей. Адвокаты обжалуют приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву 29 августа. Заседание по делу назначено на 10 часов по московскому времени. Апелляция на приговор экс-мэру Владивостока будет рассмотрена в Мосгорсуде, сообщили его адвокаты. Напомним, в апреле Тверской суд Москвы признал виновным в коррупционных преступлениях Игоря Пушкарева. А также его брата Андрея Пушкарева и бывшего директора МУП дороги Владивостока Андрея Лушникова. Судя зачитывал приговор более 10 часов с небольшими перерывами. Судя признал Игоря Пушкарева виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Пушкарева суд приговорил к 8 годам условно и такому же штрафу. Андрея Лушникова к 10 годам колонии строгого режима и тоже к штрафу в 500 миллионов рублей. Вообще же, государственный обвинитель запросил для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии строгого режима. Игорь Пушкарев находится в московском СИЗО «Матросская тишина» с 1 июня 2016 года. Восьмой канал следит за развитием событий. И к международной повестке. Владивосток далеко, но ведь это город-то нашинский. Знаменитую цитату Владимира Ильича Ленина перефразировал на днях французский президент Эммануэль Макрон. Сделал публикацию в Фейсбуке. Внимание, на русском языке. Россия очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией. Накануне в летней резиденции французских президентов состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продлились более трех часов. Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Проблемы климата, освоения Арктики. Но особое внимание они уделили ситуации на Украине. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадение позиций мировых лидеров. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяка по итогам своего первого визита в Россию. Напомним, северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле этого года для встречи с Владимиром Путиным. Слова признательности от Ким Чен Ына в адрес главы региона передал генконсул КНДР во Владивостоке. Он подчеркнул, что руководитель страны высоко оценил оказанный регионам прием. Представители КНДР также отметили, что в рамках своего визита в Приморье они выполнят и почетную миссию, установят памятную доску и разместят фотографии о прожедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе. Здесь во время своих визитов в Россию традиционно останавливались лидеры страны. Впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а чуть позже и отец нынешнего руководителя государства Ким Чен Ыр. Делегаты пригласили представителей от администрации Приморья принять участие в памятных мероприятиях. Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам. 15 августа на рейде порта Дуала пираты атаковали принадлежащие немецкой компании грузовое судно «Мармалайта». Пираты похитили 8 человек, в том числе троих россиян. Старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. Пираты вышли на связь, однако требований пока не озвучивали. Судно стоит в порту Дуалы. Представитель судовладельца отметил, что другая сторона понимает важность состояния здоровья всех членов экипажа и пообещала организовать осмотр доктором. Похищенным морякам будут переданы лекарства от малярии для профилактики, необходимая одежда и продукты питания. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой. Школьная пора. 20 тысяч ребят впервые сядут за парту в Приморье. Во сколько обойдется родителям форма для учеников? База для адаптации. В Приморье сборная России по дзюдо готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии. Попка не дурак. Проект «Попробуй на себе» набирает обороты. В цирке и уже перешел в трессуре. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Школьная пора. 20 тысяч ребят впервые сядут за парту в Приморье. Во сколько обойдется родителям форма для учеников? База для адаптации. В Приморье сборная России по дзюдо готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии. Попка не дурак. Проект «Попробуй на себе» набирает обороты. В цирке и уже перешел к дрессуре. Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал на сайте рекомендации о том, сколько должен весить рюкзак школьника и каким требованиям должна отвечать учебная литература. Так, вес комплекта учебников для младшеклассника в 1-2 классе не должен превышать 1,5 килограммов. Для ученика 3-4 класса не более 2 килограммов, а для старшеклассников – около 4 килограммов. В Роспотребнадзоре также заявили, что российские школьники во 2-м и 3-м классе должны в среднем тратить на выполнение задания на дом не более полутора часов в день. Как отмечается, ограничивать длительность выполнения домашних заданий нужно для того, чтобы дети не перетрудились. Также в ведомстве рассказали, что в 4-м и 5-м классе время на выполнение домашней работы увеличивается до 2-х часов. В старших классах можно проводить за работой вне класса до 3,5 часов. Лучше всего приступать к выполнению заданий в 15-16 часов. Заключили в Роспотребнадзоре. Однако, как отмечают приморские СМИ, школы безбожно нарушают и режим обучения, весовые нормы. Но за это еще ни один директор, и тем более уж деятель Минпроса, не был наказан. Изменится ли что-нибудь в новом учебном году? Скоро узнают и родители, и сами школьники. В этом году в первый класс пойдут около 20 тысяч приморских школьников. В новом году в Приморье отремонтируют порядка 80 среднеобразовательных школ. А пока в учебных заведениях ведутся ремонтные работы. Родители школьников спешно готовят детей к 1 сентября. Подробности у Катерины Матвеевой. Маленькая Полина с удовольствием крутится у зеркала, примеряя новую форму. Совсем скоро она пойдет во второй класс. Несмотря на то, что одежда с прошлого года у нее осталась, некоторые предметы гардероба нужно обновить. Если раньше школьная форма была одной для всех, то сегодня каждая из школ использует свой дресс-код. В школе у Полины ученицы должны ходить в платьях или сарафанах, поверх полагается завязывать фарту, в которой, к сожалению, девочки скрывают всю красоту платья. Конечно, обращение у меня на требования школы в первую очередь. И во вторую очередь на то, что нравится ребенку красивое. Конечно, мы хотим красивое платье. Я ребенка собираю второй год. И я бы, если сравнивать с прошлым годом, то цены одинаковые. И тем не менее, сравнение стоимости школьной формы в магазинах города за этот и прошлый год показывает – цены подросли. Так, в среднем блуза для девочек стоит 750 рублей, жилет – 1200, сарафан – 1100, юбка обойдется в 1200 рублей. Джентльменский набор для мальчиков стоит примерно так же. За рубашку придется отдать 650 рублей, за брюки – 1450 рублей, за жилет – 1100. Однако, действительно, качественная одежда будет стоить несколько дороже, но и носиться не один год. Как правило, в гардероб школьницы входит блуза, юбка и пиджак. Также можно приобрести сарафан. Этого комплекта хватит на весь сечебный год. В основном родители покупают три платья или сарафана. Два повседневных – одно для торжественных случаев. Также нужно приобрести несколько блуз. Мальчикам одного комплекта одежды также будет мало. В первую очередь, при покупке школьной формы нужно обращать внимание на качество. Потому что ребенок 80% находится в школе. Соответственно, это должны быть дышащие ткани, не мнущиеся, чтобы ребенок имел опрятный внешний вид. Это в составе ткани должны быть такие… Такой состав, чтобы ткань это выдерживала, например, растяжение, была устойчива к скатыванию. И у нас есть ряд примеров. Покупатели, которые не единожды покупали у нас форму, приносили спустя два года. И были сами удивлены, что с изделием ничего не произошло. Не забываем про обувь. Сменка должна быть со светлой подошвой. Темный каблук оставит трудносмываемые следы на покрытии пола. К сменной обуви также полагается специальная сумка. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. В очередном эпизоде проекта «Попробуй на себе» съемочная группа Восьмого канала решила попробовать себя в роли дрессировщиков. Подопечными стали пернатые, попугай и пеликан. Кадры из новой серии проекта «Попробуй на себе» цирк смотрим прямо сейчас. Все любят цирк. Воздушные гимнасты, эквилибристы, клоуны и, конечно же, дрессированные животные. Все это создает праздничное настроение и вызывает восхищение и у детей, и у взрослых. Животные в цирке бывают самые разные – от обыкновенных лошадей до экзотических попугаев. К слову, моей следующей задачей стала дрессировка птиц. И начали мы с попугаев Ара, а точнее с одного – Кузи. Моими наставниками стали артисты-дрессировщики Владимир и Дарья. Кузя очень любит камеры и охотно демонстрировал нам красоту своих крыльев. Познакомившись с птицей поближе, мы приступили к тренировке. Так, держи палы. Как ты его поднимал, так же держи. Главное, смотри, возьми немножко покороче, чтобы она у тебя не болталась. Да, рычаг когда большой. Кузя, садись. Вот, одной рукой держим. Держим. Кузенька, оборот. Нет, давай сначала он это. Кузя, оборот. Кузя, оборот. Нет, оборот. Вот, и клади его на спинку, так, чтобы хвост только не зацепить. Вот. Отпускай палочку. Кузя, крути палочку. Крути палочку, Кузя. Кузя, молодец. Крути палочкой. Молодец, Кузя. Браво, Кузя. Лови палочку. Он может долго это крутить, поэтому... А как его остановить? Просто берешь за палочку. Так. Чуть-чуть подальше, чтобы он не сильно болтался. Вот так. Давай, это движение я тебе помогу. Все. Молодец, Кузя. Кузенька, крылышки. Крылышки, покажи, кто орел. Орла, покажи. О, ты какой красивый орел. У меня руки трясутся. Два крылышка. Браво, Кузя. Все, он уже показал. Молодец. Этого пеликана зовут Чижик. Мы, наверное, сначала с тобой покормим. Он просто на тумбе. Попробуешь покормить, а потом уже сделаем. Запускай. Размах крыльев у пеликана больше трех метров. Да, я почувствовал ветерок. Вот. Пойдем. Садись, Чижик. Садись. Держи. Попробуй покормить. Готов делать. Готов делать. Вот, молодец. Пробуй сам. Смотри. Задача не закормить животных. Вот оно сейчас пойдет. После движения подкормить за его работу. Все понял. А он уже знаешь? Конечно, конечно. Я его покормлю. Хитрый какой. Если они уже знают сами. На то и дрессура, что мы... Это ж не обучение. Это же дрессура. То есть они уже знают, что будет зачем. И они это с удовольствием исполняют. Полную версию этой серии проекта «Попробуй на себе» смотрите в нашем эфире или на нашем YouTube-канале. Еще один номер наблюдали сотрудники Центра реабилитации диких животных «Тигр». В вольере ранее спасенного после столкновения с автомобилем леопарда под номером «Лео-131М» оказался лесной и, судя по всему, бесстрашный кот. Специалисты для дополнительного наблюдения за леопардом установили в вольере новую фотоловушку. Результаты стали для них сюрпризом. Их подопечный оказался не один. На видео одной тропой с леопардом перемещается другой представитель семейства кошачьих – дальневосточный лесной кот, пробравшийся сюда из леса. Кот сильно рискует, пробравшись во владение леопарда, который едва ли станет мириться с подобным соседством. Специалисты Центра реабилитации продолжают наблюдать за ситуацией. И к новостям спорта. Сборная России по дзюдо проводит сборы во Владивостоке. Лучшие борцы страны собрались в спорткомплексе «Олимпийц», чтобы подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в соседней Японии. Нашим дзюдоистам предстоит соперничать с родоначальниками этого вида спорта. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Не успел Владивосток принять у себя национальные сборные по плаванию и академической гребли, как уже встретил новых гостей. Подготовка в Приморье перед крупными соревнованиями в Азии становится уже хорошей традицией. Вот и в этот раз для акклиматизации перед чемпионатом мира в Японии сюда приехали лучшие дзюдоисты России. Японцы будут основными конкурентами и основными заботчиками, я думаю, по медалям, потому что на своей земле, свой вид спорта. Но здесь есть обратная сторона. Это и ответственность. Ответственность иногда давит, а кого-то и раздавливает. Поэтому надеемся, что их раздавит, а мы добьем. Чемпионат мира, к которому так активно готовятся спортсмены, пройдет в Токио. Там соберутся топовые борцы со всех уголков планеты. На родине дзюдо они разыграют награды как в личном, так и в командном зачете. Спорткомплекс Олимпийц, по сути, выручил наших дзюдоистов. Сборная до последнего момента не могла решить, где проходить адаптацию – на родине или в Японии. В итоге приняли всех Владивостокские ковры. Мы уже здесь порядка девяти дней примерно. Поначалу тяжело было адаптироваться к этому часовому поясу. Дня два-три где-то, а потом уже все в полную силу работали. Подготовка идет успешно. Слава Богу, без травм. Работаем. Тренера подсказывают нам, наставляют. В принципе, я как уже такой старичок в зюдо, я уже работаю в своем режиме, по своим ощущениям, прислушиваюсь к тренерам. И, в принципе, очень хорошая была подводка. И сейчас вот заключительные дни перед чемпионатом мира. В принципе, в хорошей форме, с хорошим боевым настроем, позитивно, эмоционально готова. Чемпионат мира по дзюдо стартует уже 25 августа. Всего будут разыграны 15 комплектов наград. Завершатся состязания 1 сентября. К слову, этот чемпионат будет последней подобной проверкой перед Олимпийскими играми 2020 года. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Сняли кольцо. В ближайшее время водителей ждет измененная схема движения на въезде на русский остров. Ремонт полным ходом. Дорожные службы Владивостока асфальтируют проблемные участки на улице Луговой. Не согласны. Адвокаты обжалуют приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарева 29 августа. Школьная пора. 20 тысяч ребят впервые сядут за парту в Приморье. Родители собирают в первый класс будущих учеников. База для адаптации. В Приморье сборная России по ЗИДО готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии. Попка не дурак. Проект «Попробуй на себе» набирает обороты в цирке и уже перешел к дрессуре. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Над Владивостоком тучи ходят хмуро. А жители Приморья пытаются получить удовольствие от неудавшегося лета. Отлично это получается у тех, кто решил посетить Приморский сафари-парк. Экскурсии здесь проводят не только сотрудники парка. Сопровождают группу и самые необычные экскурсоводы. А, например, большой эффектный гриф. На забавные кадры смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Берегите себя. Увидимся на восьмом.